всем привет друзья продолжаем прохождение модификации в аду псы ну и остановились мы на том что нам теперь необходимо поговорить с неким вареным здорово это ты что ли вареные смс от тебя здорово да это я тебя звал слышал я что работу ищешь есть такое меня алексом звать будем знакомы и что ты можешь предложить понимаешь у меня заказ а я при заплату взял да забухал заказ на артефакт я то что могу ты достаешь артефакт я тебе даю деньги дам 7 кусков ну что по рукам вареный не так быстро ты хоть расскажи что за арт и где его достать можно ах да совсем забыл сказывается трехдневная пьянка артефакт называется ока вельзевула достать его можно в аномалии жарко на затоне есть такое место там этих аномалий как блох на слепом псе место это называется котел я тебе его впыда отмечу чтобы было проще обойти эти аномалии дам еще комбез специально он тебя защитит только ты его вернем не обязательно ну давай попробуем ничего себе так ну что пойдем поищем бабу бы ну что же я вот пришел уже к аномалии котел и смотрите кто здесь меня встречает здоровенные пауки ё-моё так парни спокойно куда ты куда ты нифига себе через своих залез ну что все угомонился давайте перебинтуемся наверное аптечку надо использовать скорее всего ибо мы сейчас полезем в пекло хотелось бы иметь побольше здоровья так а у этих пауков имеются конечности которые можно срезать и потом возможно кому-нибудь продать или предложить посмотрим отлично так ну что пойдем искать этот артефакт у нас имеется детектор отклик я точно не знаю справится ли он с данным артом но будем надеяться что справится так ладно главное спокойно не наделать глупости а вон что-то лежит уже может быть это как раз то что надо да сейчас мой как-нибудь про найти маршрут как добраться до туда лично здесь проходим здесь тоже а там дальше тоже хорошо да это походу как раз наш образец ё-моё спокойно не падаем не падаем возможно там внизу еще что-то может быть честно говоря а да вон смотрите лежит что-то что-то похоже на каменный цветок обычно такой внешности ну-ка блин сейчас можно спрыгнуть и уже не выпрыгнуть ё-моё тут три каменных цветка вот только вопрос как теперь выбраться так радиация минус один значит а жог добавляет точнее снимает я все понял здоровье просто летит молниеносно вниз мы используем еще вместе с этим да так попробуем еще раз сразу принимаем аптечку так затем уже по ходу дела еще выпиваем чай потом антират потом еще аптечку такое чувство что мы наверное больше потратимся чем ё-моё как отсюда выйти чем заработаем с этим артефактом но мы выбрались мы выбрались но это нам стоило двух аптечек и одного антирада этот артефакт я думаю такого не стоит поэтому даже не знаю может и зря может и зря мы это сделали но с другой стороны у нас сейчас хоть какая-то была защита от ожога и в другой момент мы бы вряд ли вообще эти каменные цветки смогли бы тут достать ну ладно что сделано то сделано аптечки еще есть антирады тоже и это око вильзевула у нас тоже есть я вот кстати уже как раз вернулся на скадовский мы можем его отдать привет вареные арт у меня рад это слышать привет как все прошло без особых проблем все нормально с новыми мутантами заодно познакомился пауки мать их огромные чего же я тогда еще не видел ну про снорков я молчу эти уже своими стали да иногда на задоне встречаются эти твари говорят что вроде где-то у старой заправки логово у них там есть разлом в земле вот в нем вот алекс держи все как обещал но вот твоя бронька нехило она мне помогла не дала свариться если что еще будет нужно свистни так отлично отлично и вот появляется здание паучья логово вареный говорит что у больших пауков возможно логово в разломе у старой заправки а может проверить эту догадку кстати я видел эту заправку когда был у обрека и надо поговорить с боцманом сейчас мы это сделаем но перед этим я хочу проверить стоимость стоимость этих да каменных цветков 276 рублей конечности продаем это продаем так 276 может кто-нибудь другой подороже возьмет что-то ты бледный может укольчик сделает медику конечно вряд ли это надо но тем не менее этот вообще за 129 берет а боцман а боцман за 408 вот продадим тогда ему а но правда у него денег не так много ну ладно мы сейчас вот чай возьмем хоть что-то так и 328 ладно пока это оставим у себя так а нет с боцманом разговаривать не надо а что у нас тогда метка на него стоит странно а это мы потом должны ему рассказать хм обо всем ладно получается тогда сразу нужно идти к заправке вот сюда вот ну что же вот я уже возле заправки давайте зайдем попробуем зайти с этой стороны конечно обычно отсюда мы вылазим но сейчас давайте здесь зайдем я тут еще без записи выползни положил вот вырезал у некоторых из них повырезал хребты так ну что будем спускаться ух ты да вот это было не самое лучшее приземление ой-ой-ой так давайте мельдоваться спокойно там еще кабаны что они эти сделают попали в логово к паукам ладно на них не будем накликаться у нас вообще задание написано что по возможности убить паука родителя будем его искать он должен наверное как-то по-другому выглядеть кстати возможно это вот и все вот и все у него была такая же лапа как и у остальных вроде бы а это что-то это какой-то был вообще другой погодите сейчас проверим еще раз задание этот был вообще просто невероятно еще бьет а два паука родителя походу но этот еще более-менее тут этот кажется вообще каким-то страшным такого кстати я не встречал в модификациях ладно копыта спокойно все вырезаем и можем возвращаться обратно на скадовск только выход бы найти на выход судя по всему в другой стороне ибо я я пришел сейчас как раз к месту где должно было все начаться спокойно ребята хватит вам уже по стенам ходить так все уходим отсюда итак вернулся на скадовск и сейчас нам необходимо рассказать боссману об этих пауках боссман привет у меня у меня новость одна наверное даже хорошая ты знаешь про пауков таких огромных привет алекс знаю ли шрамы от этих лап на плече навсегда остались вон даже как короче я проверил их логово мне вареный сказал что они вроде у старой заправки обитают в разломе я был там блин страшно было но я рискнул в общем мне удалось завалить их родителей думаю эти твари нас больше не будут тревожить пока а может и никогда алекс ну ты меня поражаешь я же сказал что не так ты просто как кажешься вот держи ты это заслужил ствол что надо ух ты спасибо боцман может еще кого подскажешь кто бы работу предложил дезерт игл неплохо так еще получили рецепт какой-то стальной колобок неплохо кстати я без записи вот забросил чешую в карусель точнее к шкуру забросил в карусель там рядом с заправкой так что потом нужно будет если все получится сходить забрать так может у тебя для меня чего найдется алекс извиняй но пока работы нет хотя знаешь что ко мне заходили два сталкера гиря и витамин они сейчас здесь наверху в каюте над карданом так вот они у меня спрашивали могу ли я посоветовать им человека для помощи надежного ты побеседуй с ними парней я знаю доверять им можно ну спасибо сходим проверим что за ребята такие так а за сколько он берет тоже 328 примерно какие тот торговец ну ладно давайте продадим ему отлично так сейчас тогда надо сбросить пока что вот это это сбросить это сбросить надо и давайте продадим копыта конечности паука хребет ну и в принципе на этом пока все так а у медика надо купить еще хотя бы один бинт давай лучше поторгуем вот возьмем у него 764 рубля для бинта может быть и многовато но этот бинт может нам спасти жизнь так это эти алкаши здорово парни а кто из вас гиря мне ботсман сказал что к нему можно обратиться по поводу работы меня звать алекс здорово алекс я есть гиря да ботсман говорил про себя что ты надежный малый а что требуется от меня я в принципе готов дело такое мы с даймином недавно из вылазки устали как собаки хотим отдохнуть пропустить по паре другой стопок но у нас есть инфа что в пещере под сгоревшим хутором можно артик приподнять да и на самом сгоревшем хуторе тоже артюха есть ну так это же рядом я знаю и пещеру и хутор рядом то рядом но там тоже мутанты могут ошиваться да и аномалии жаркие имеются радиации на самом хуторе ты если пойдешь антирадов возьми обязательно короче если ты согласен то прогуляйся в эти места проверь там все хорошенько оплату я тебе гарантирую и патронами и в денежном эквиваленте можешь не переживать ладно отдыхайте я схожу проверю пещеру так антирады говоришь но у меня есть две штуки две штуки где взять еще если вдруг понадобится так даже не скажу медика я в продаже не видел а вот у этого товарища тоже нету ну ладно в принципе двух должно хватить я надеюсь так ну вот подхожу я ко входу в пещеру под сгоревшим хутором и посмотрите какая-то здоровенная махина дезерт игл который нам дали хочется его проверить протестировать но чувствую сейчас нам тут сперва наверное пригодится что-то помощнее потому как мутантов слишком много так второй раз залетело не так хорошо но тем не менее ладно давайте попробуем так на плоте конечно испытывать хотя смотрите первый раз три выстрела и все ну может это была просто подбитая плоть с корсечью ничто не сравнится спокойно вот сейчас нам как раз и пригодится этот бинт ё-моё так и аптечку сверху ну остается три аптечки да ладно близко к ним подбираться не будем держимся на расстоянии так ребята готов кстати я этих не обыскал пока что часть этих мутантов это единственная вещь которую я продаю и от которой получают деньги я имею ввиду от продажи а так в основном 26000 эти мы накопили за счет выполнения различных квестов но тем не менее хоть какую-то копеечку но эти органы приносят так там впереди летающая хрень мы точно туда зашли вроде была раньше другая пещера или их было просто две да вроде было две ладно где артефактиус детектор а вот лежит что-то да это то что надо ух ты ё-моё так где выход я закружился выход похоже где-то там это он да это он отлично что мы взяли стекло разновидность артефакта пленка ладно ну теперь пойдем наверх поищем там что может быть итак я пришел на сгоревший хутор и вот какая здесь ситуация артефакт который мы ищем находится в трубе этого сгоревшего дома для того чтобы его достать судя по всему ему нужно попытаться пострелять вон вон висит и возможно если мы по нему постреляем то тогда он немного сдвинется и у нас появится шанс его достать снизу ибо сейчас через печку его не вытащить никак как по него так пострелять не думаю что это сработает но тем не менее как-то его надо достать ну просто если мы вообще не сдвигается либо я его уже сдвинул от первого выстрела ладно сейчас проверим тут сумасшедшая радиация сразу появляется осторожно да отлично он уже лежит внизу просто до этого он висел в самой трубе и достать его было практически нереально вот в чем все дело так спокойно выходим главное не поджариться все равно я это чуть не сделал тут еще зомби появляются еще одни новые знакомые ладно так давайте чая хряпнем и наверное так погодите тут мухи летают рядом с ними это не или это не мухи просто я знаю что мухи могут летать над зараженными зомбированными вроде называются они чумные и от них может быть кровотечение но по крайней мере так было вроде в моде возвращения шрама и еще где-то как они разлетаются так что-нибудь есть да что-то есть но 130 рублей стоит рука зомби а значит наверное мы ее вообще за копейки продадим в реальности так что смысла тут это место зачищать нету ладно будем возвращаться что мы там кстати взяли четки кровотечение минус 429 неплохо привет гиря ну вот я вернулся вы как отдышались алекс здорово ну что надыбал там чего есть кое-чего вот два арта нашел можно вопрос а вы далеко в зону ходили ух ты инфа не подвела далеко были мы ходили на болотах были на юпитере алекс послушай меня ты здесь недавно не спеши пока лезть в глубину зоны отчуждения зато он большой ты лучше снаряг и до деньжат подбей а когда нужно будет тогда и вглубь зоны пойдешь поверь придет это время ты главное не спеши вот твоя награда забирай ну что ж спасибо картечь патроны мне бы бинты и аптечки но все равно спасибо алекс если ты уже освободился зайди от боцмана сообщение я тебя слушаю что случилось привет алекс все нормально есть еще для тебя кое-чего ну я про работу только это не знаю согласишься ли ты принц ищет человека для какого-то задания его контора находится в старом лесничестве это от портовых кранов вверх по асфальту принц ищет человека для работы а чем черт не шутит говорят принц мужик справедливый схожу пообщаюсь с ним ну пойдем ну вот пришел я слышь мужик будешь тут шариться завалим на ха к лесничеству так бойцы ну-ка стоя ты далеко собрался здорово да вот хотел к пацанам в гости зайти в гости это хорошо только проход оплатить нужно оплатишь проходишь усек ну и сколько стоит это удовольствие всего-то две штуки ну вот как раз у меня имеется проходи никто тебя не тронет если сам конечно косяков не наделаешь тогда не обессудь завалит на месте один вопрос заплатил топой я на вопросы не отвечаю ну давай мужик удачи тебе так а принц похоже на втором этаже да спокойно все оплачено все куплено добрый день здорово живая душа лесник это ты здравствуйте даже не знаю как вам обратиться меня звать алекс здоровый алекс да уж обратись как есть меня звать принц думаю знаешь кто мы такие что тебе нужно да я знаю кто вы вроде бандиты ну скажем так мы не совсем в ладах с законом кстати ты то тоже бандит в зоне отчуждения ты ведь нелегально пробрался бандит и есть в принципе все правильно закон я тоже нарушил я по поводу работы мне ботсман про вас сказал а я сразу не сообразил алекс мне же ботсман говорил про тебя ну вот я и здесь в зоне отчуждения недавно берусь практически за любую работу главное чтобы по силам была так ну и что ты можешь предложить алекс я вот что скажу вон видишь справа от меня стоит браток звать его тату он может тебе сейчас подкинуть работенку а мне нужно проверить кое какую инфу как только я сделаю все что мне нужно я тебе сообщу может даже тату еще кого подскажет кто бы мог тебя работой обеспечить так хорошо есть хабар пойдет базар ты тату здорово тату меня алексом звать принц сказал что ты можешь работенку подкинуть здорово алекс ну раз принц сказал значит так оно и есть а чего ты усмехаешься думаешь не справлюсь ладно парень не кипятить работа и вправду непростая если ты загнешься принц этому не будет рад чего принц а ему что не все равно одним сталкером больше одним меньше значит не все равно закрыли вопрос короче к делу нужно будет тебе сходить на старую лесопилку место странное и стремное мутанты там говорят прям из воздуха могут появляться от чего это происходит никто не знает может это аномалия такая твоя задача отыскать амбарную книгу нужна она мне зачем дело мое и заодно артик один хитрый редкий падлый дорогой называется гусеница ты его сразу узнаешь я и до тебя пацанам пацанов нанимал но после того как они туда уходили я их больше не видел да и никто их не видел ну как берешься я тебе если что и патрончиков подкину ну и пару грен значит арт и книгу амбарную странный заказ стремное место говоришь ну ладно посмотрим что там а на лесопилке все спокойно сейчас пойдем проверим и так я прибежал уже к лесопилке по пути кстати забежал на заправку забрал к сожалению булыжник получился из той шкуры которую я пытался превратить в чешую конечно можно было тут всего один час поспать если не получилось перезагрузиться закинуть еще раз поспать до того момента пока не получится модификат но я не стал этим заниматься мы получили булыжник он стоит 8000 но конечно продадим мы его здесь наверное дешевле но опа вот это дела серьезные дела но тем не менее он что меня не заметил ладно так там зомби идут спокойно я здесь спокойно булыжник это скорее всего я продавать не буду ибо мало ли что может быть нам по какому-нибудь заданию он еще пригодится сейчас кстати еще забегал к боцману на скадовск закупился чаем но кроме того заметил продажи у не помню как это торговца зовут короче у сыча есть бинт обычный в продаже за 320 рублей его купил так ну с этим уже будет попроще если они конечно не взрываются нет это обычный вообще не знаю в этом моде есть взрывающийся зомби или нет так кто там стреляет ё-моё спокойно где ты так вроде все хорошо скелет еще идет что за еще и собак похоже тьма появилась алекс опа опять сюрприз так спокойно давайте залезем на этот трактор или они нас еще не видят но мы как минимум можем этих вот вынести так а там он водяной идет я знаю что водяные довольно сильные ребята в плане того что они просто непробиваемые да ну ладно картеж еще есть так что думаю мы должны справиться вообще давайте расстреливать патроны на дозерты голыба чего этот свол у нас будет просто так валяться в рюкзаке собаки похоже нас вообще не видят так все водяной захлебнулся или они сюда просто не забегают по какой-то причине ребята ага вот побежали так спокойно сейчас мы их здесь и добьем все вроде все но теперь можно заняться поисками а барная книга нам и артефакт гусеница так нет еще кто-то гавкает ну ладно это уже там какие-то остатки и где это добро может лежать амбарная книга давайте обследуем вот этот дом посмотрим что здесь да ешкин матрешкин это еще что такое вот именно да вот же блин и как мне быть они просто хотят кушать так у нас уже начинает наш спас ломаться надо будет его починить как вернемся на скотов там есть ремкомплект ну что где тут что может быть что-то пока ничего не видно ага амбарная книга найдена теперь остался артефакт гусеница тут наверху вроде как пусто артефакт гусеница ладно сейчас будем его искать так залезем проверим трубу на всякий случай но не думаю что ё-моё вон он я не думал что два предмета будут в одном и том же доме находиться так это хорошо я не знаю вот он прям там в самом низу его можно сейчас достать будет тут из печки да можно отлично все ну что же вернулся я обратно сюда к ренегатам также по пути забежал на скадовск решил починить все же наше оружие у кардана за одной броню и этот ствол не использовал пока ремкомплект ибо он может пригодиться где-то в дороге если нас вдруг прижмет ремонт поэтому решил его сберечь так ну и вот кстати не показывал я такие вот характеристики имеет эта плазменная гусеница которую мы нашли на лесопилке есть хабар пойдет базар отдаем здраво тату заждался или тоже уж думал что хана алексу да нет я был уверен что именно ты вернешься ну и как там на лесопилке да все как всегда мутанты плодятся не по херне прям из ниоткуда вот то что мне удалось собрать это то да да одно самое не зря мне тебя принц посоветовал нанять знал он что справишься весь ладно это лишнее вот держи заработал кстати чуть не забыл есть тут у нас кент один звать патрон он тоже торговец я тебе его в пд отмечу сходи потолку с ним спасибо патрон цепочку дал какую-то сейчас посмотрим еще кожаный плащ так кожаный плащ ну я вижу что по пулистойкости он уступает и по разрыву уступает поэтому останемся мы пожалуй в нашем комбинезоне наемника тем более что он укрепленный с повышенной пулистойкостью так что за цепочка а это артефакт такой ха неплохо можно повесить на пояс так и что там за патрон где-то тут сидит ладно пойдем спускаться но разговаривать с этим патроном давайте уже будем в следующей серии на этом эту часть я завершаю всем большое спасибо за просмотр с вами был Хьюк всем удачи и пока спасибо спасибо Продолжение следует...